Документы У нас, конечно, институт учительной математики и инфекционной технологии достаточно популярный. Фиология популярна, лингвистика. Последние годы наш университет стал чрезвычайно популярным в странах СНГ. Поступали к нам из Узбекистана в 2013 году 19 человек пришло, поступило на платной основе. В следующем году почти 300, потом около 500, а сейчас уже желающих около 900. То есть, как видите, очень большой интерес. Мы стараемся выбирать, конечно, самых подготовленных ребят, чтобы они не просто у нас учились и маялись, а учились отлично. Приемная комиссия КНИТУКАИ начала работать 20 июня. Мы принимаем на различные уровни образования. То есть, начали прием на все формы обучения. Аспирантура, бакалавриат специалитет, магистратура. Также у нас есть два колледжа. На базе 9 и 11 классов могут абитуриенты поступать. Пока заявлений не так много. В основном подают заявления выпускники прошлых лет, которые сдавали ЕГЭ в 2012, 2013, 2014 годах. Также иностранные граждане. У нас новый проект с Китаем. И ожидаем приток граждан Китая, которые хотят поступить на различные технические направления по договору об оказании платных образовательных услуг. На данный момент не так много, но недавно наш ректор Альберт Харьевич Гельмудинов был в Китае. Был подписан договор о взаимопонимании с различными вузами Китая по обмену студентами и также по набору на первый курс. И в этом году, конечно, приток из Китая у нас увеличивается. Также у нас будет проведена следующая, ближайшая встреча с предприятием КАС имени Туполева по проекту ТУ-160. В этом году, помимо мест, которые выделены через Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, КАС имени Туполева собирается набрать около 30 человек, которые в дальнейшем будут заниматься и развивать проект ТУ-160М2. То есть модернизированный стратегический бомбардировщик и как раз уже будут учиться и заточены под конкретный проект с этим заводом. Приемная кампания стартовала вполне успешно. Мы считаем, мы ведем ежегодную и ежедневную статистику. Так вот, по сравнению с прошлым годом, когда на эту дату было только 22 заявления, сегодня их уже 90. Хотя выпускники школ этого года эти статы еще не получили. Результаты ЕГЭ по тем дисциплинам, которые сдаются, учитываются в нашем университете, еще неизвестно. По химии у нас химия практически на всех специальностях. Они будут известны только 5 июля. Но, тем не менее, выпускники прошлых лет уже активно пошли сдавать документы. Поэтому старт приемной кампании позволяет нам надеяться, что интерес абитуриентов к нашему университету не станет меньше. Очень активно сейчас идет, пока в основном, переписка, такое дистанционное изучение документов с иностранными гражданами. В нашем университете иностранные граждане составляют уже 17% от общего контингента. В прошлом году мы приняли рекордное количество иностранных студентов. У нас было в общем приеме 22% иностранных студентов. В этом году мы вообще-то были даже намерены несколько сократить прием иностранных студентов. Но пока интерес к ВУЗу очень большой. Мы провели несколько рекламных кампаний в Индии. Это главный контингент наших иностранных студентов. У нас очень много учатся ребят из Индии. И в этом году ожидается очень большой приток. Более того, в этом году, возможно, в наш университет поступят студенты из Северной Америки, США и Канады. Продолжение следует...